Алексей Болотов прибыл в регион бортом МЧС из Луганской области. Сейчас его дом – пункт временного размещения в Комсомольске. Мужчина рассказывает, условия жизни хорошие, временные переселенцы чувствуют себя в безопасности и уже начали отходить от шока. Алексей – профессиональный военный. Он одним из первых задумался о своем будущем в России, решив остаться здесь. Хочу служить в российской армии. То есть у меня столкнулся с такой проблемой, то есть как бы не против. Меня перехожу в военкомат, да, меня принимают, но есть проблема в возрастной ценз. То есть для иностранных граждан служба по контрату только определенно с 18-30 лет. Мне сейчас полных 35 лет. Вот, поэтому как бы проблема одна. И вторая проблема – российское гражданство. То есть нужен паспорт. Проблема с работой тоже заключается только в документах. Председатель Центра украинской культуры МРИИ Петр Блышик плотно сотрудничает с общественными организациями и представителями власти. Объясняет, насколько важно ускорить процесс получения документов для беженцев. Вопросы бывают очень сложные. Сегодня будем выяснять. Допустим, если человек получил временное убежище, будут ли пенсию давать? Потому что есть, допустим, среди беженцев пенсионеры 80 лет, 81, 78. Вот такие вот. И пенсия для них как бы… Это жизнь. Люди в регион приезжают разные. Кто-то не может отойти от увиденного на Украине, а кто-то имеет конкретные планы, шокирующие представители госслужб. Сложности в основном возникают. Это непонимание, может быть, беженцев, что они хотят. Приехала женщина с четырьмя детьми. Я приехал в Иваново, хочу выйти замуж. Объясняю, что приехали в город невесты, тогда отправляли меня в другую область. Переехала, да. Вот. Приезжает беженец. Я хочу пойти на работу. У меня работа, допустим, в размере 40-50 тысяч. Тоже объясняю, что такую работу очень тяжело найти. Задача Петроблыщика – тесно общаться с переселенцами, узнавать их настроение, смотреть, чтобы правильно проходила адаптация. Украинцев мужчина ни в коем случае не идеализирует и знает, что среди приезжих попадаются и далеко не лучшие люди нации. Выдаем матрас, выдаем одеяло, выдаем подушки, выдаем постели, помогаем с одеждой. Это все забирают. Потом говорят, а водки у вас нет? Вы знаете, я потом как бы отзваниваюсь и говорю, это в какие ворота лезет. Они обижают, во-первых, нас, россиян, такими вот моментами. И они обижают и своих соотечественников, с которыми они приехали. Еще больше их обижают. Задачу Центра украинской культуры МРИИ сейчас две. Первая – обеспечить переселенцев всей необходимой гуманитарной помощью, не за горами холода. Дома у Петра Блэщика находится импровизированный пункт приема одежды и предметов первой необходимости. Мужчина считает, что каждая вещь найдет своего хозяина и пригодится. Вторая проблема – обеспечение беженцев необходимыми документами. Я считаю нашей задачей обеспечивать и оказывать помощь тем людям, которые действительно нуждаются. У нас есть молодые мамы с маленькими детьми, которые не знают. Есть больные люди, есть, которые хотят работать и не требуют больших зарплат. А как будут строиться, потому что эти люди действительно уехали от войны, от своих разбомбленных домов, от карателей. Что будет в сентябре, когда беженцам необходимо будет покинуть места временного размещения, Петр и Алексей не знают, но они уверены – власти украинцев не оставят. В свою очередь мужчины постараются сделать все возможное, чтобы максимальное количество переселенцев определилось со своим будущим. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.